здравствуйте вы смотрите программу разговор по душам с вами в студии я елена губнова и мой собеседник автор программы врач-психотерапевт алексей зотов алексей здравствуйте здравствуйте елена это было неожиданно спасибо за автора но мы в соавторстве делаем эту передачу добрый вечер уважаемые телезрители коллеги да мы начали я подумала перед эфиром что мне кажется за полтора года существования нашей программы и нашей передачи мы ни разу не упоминали о том что идея принадлежала изначально вам и вы посчитали такой проект очень востребованным социально значимым даже не знаю как комментировать но я не помню чья это была идея я думаю что она в воздухе носится и я бы сейчас шагнул мы с еленой поговорили предварительно о том о чем мы сегодня можем позволить себе поговорить и мы наверное про вот эту об этой социальной значимости и поговорим я бы хотел напомните нашим телезрителям что у нас прямой эфир да у нас прямой эфир но поскольку обычно елена сообщает номер телефона я его традиционно не помню потому что это не моя функция при этом он на во время нашей программы появляется на экранах телевизора да и это единственный для нас способ общения с вами получения какой-то обратной связи как ее сейчас называют вопросов звонков и так далее но мы просто напоминаем и так возвращаясь к социальной значимости мы хотим сегодня поговорить о событии которые происходят буквально в эти дни в нашем городе таком большом значимом событие где собрались специалисты для обсуждения важных вопросов но поскольку оно сегодня буквально началось это событие поскольку можно наверное воспользоваться вашими словами и сказать что речь идет о социальной направленности мне хочется чтобы наши ну может быть горожане коллеги с кем мы еще не сотрудничаем знали что такие процессы происходят и ну может быть где-то присоединялись если разговор о коллегах если разговор о людях далеких от психологии то может быть плоды конференция мы говорим о конференции сейчас тоже вам понадобятся и вы ими воспользуйтесь просто сегодня началась традиционная и мне кажется это важное действительно событие традиционная уже шестая по счету конференция всероссийский она статус с некоторого времени носит потому что к нам присоединяются коллеги из разных городов тем более во время на нынешние дистанционные это легко сделать это конференция посвящена междисциплинарному подходу ну если медленнее да междисциплинарному где специалисты разных дисциплин участвует междисциплинарному подходу в помощи детям с особенностями здоровья детям с особенностями здоровья и развития их семьям ничего мудреного в названии но ну такое может быть немножко длинное но по большому счету конференция научно-практический статус она носит то есть это не только скажем так обсуждение и докладная часть но это еще и практика вот я говорю и думаю может быть это будет интересно родителям у которых есть дети с врожденной патологии психической физической очень часто эти две формы скажем так или два направления патологии или расстройств идут рука об руку они но их невозможно разделить дети которые плохо слышат но то есть имеют физическую патологию до начинают очень быстро отставать в психическом развитии ну и так далее так далее так далее вот и это действительно большая проблема с разных сторон я помню что мы уже может быть год назад посвящали одну из наших передач но здесь есть о чем говорить и не на чем ставить точку сказать что мы все сделали в прошлом году так сказать всего достигли пообщались и так далее вот но в общих чертах чтобы не углубляться и мне важно кстати что эта конференция вот ну как это организованная самими специалистами я хотел тоже на этом сделать акцент прежде чем мы перейдем к содержанию я хотел бы именно подчеркнуть что эта конференция когда шесть лет назад собралась группа наших самарских специалистов обменяться опытом задать друг другу важные вопросы нейропсихологи детские психиатры психотерапевты педагоги логопеды обсудить какую-то свою практическую деятельность свои наработки или поделиться своими интересными случаями и все это выросло вот во всероссийский и даже можно сказать международный масштаб потому что присоединяются коллеги насколько я знаю из других стран и им интересно и это такое мероприятие в которой уже принимают участие в некоторые года даже несколько сотен специалистов и семей оно делается как это как сказать на безвозмездной основе или общем то это вот чисто такая вот инициатива когда драйверская понимают именно важность этого общения это не где-то галочку поставить в каком-нибудь бюджетном учреждении да мы провели мы деньги бюджетные освоили вот мы отчитались нет это чисто вот инициатива специалистов я бы сказал елен что это не инициатива не от того что нам нечем заняться и у нас нет других дел инициатива не от того что чтобы еще такое себе интересное устроить вот на мой взгляд это я бы сказал так кровное желание кровная нужда потребность в помощи детям почему потому что ну не потому что я сейчас не буду говорить что дети наши все уж тем более эти дети которые страдают от рождения или самых ранних сроков с ними с ними особенно тяжело особенно тяжело родителям особенно тяжело государству понятное дело социуму потому что их они ну если вот этим на немножко бесчеловечным языком цифры статистики говорить то они дорого обходятся всем и по времени и по деньгам и и по эмоциям и так папа по затратам да по человеческим затратам но на том и люди и любящие существа что мы не закрываем на это глаза родители занимаются специалисты занимаются да вот и оказывается что трудноговорящему ребенку или ребенку который например в год смотрит в потолок и играет с неигровыми предметами например ну как сегодня говорили там ходит с лопаткой для снега круглый год спит с ней купается с ней и так далее да все бы ничего но через некоторое время у родителей в общем возникает какой-то закономерный вопрос да или ребенок который вдруг от громких звуков начинает как себя неадекватно вести да или ребенок который не разговаривает в то время когда он уже должен бы разговаривать да ну это масса каких-то или ребенок который рассказывает какие-то в общем странные вещи для родителей до начинает рассказывать ребенок который отгородился от всех или ребенок который там дерется или ребенок который ну физически как-то да изначально нарушен в конструкции вот и ну давно как-то уже это обнаружилось что один специалист в этой ситуации помочь не может потому что ну как минимум если страдает мозг этого ребенка то помимо нейропсихолога там логопеда который занимается речью должен появиться и невролог и педиатр да ну это может быть физиотерапевт реабилитолог и да и остеопат может быть и так далее и так далее и семейный психолог потому что эта семья испытывает очень сильное напряжение психологическое ну как правило чаще всего так конечно да его ваш комментарий как раз указывает на то что это это важная мысль и она кажется на поверхности но она в практике очень тяжело приживается тоже по понятным причинам что семье тоже нужна помощь что и и когда эта помощь семье становится ну появляется когда эта помощь то и ребенку становится лучше да ну даже я помню из опыта прошлых конференций потому что я тоже участвовала в них в разных статусах рассказывали как раз когда появляется семейный психолог немножко снижается уровень напряжения у родителей и дети начинают показывать неожиданный скачок развития того психического развития о котором вы говорили да была задержка тут раз прорыв начал делать не знаю вот вы привели пример с лопаткой а он начал не взял мишку и начал вот с какой-то игрушкой такой нет по крайней мере с лицом да с игровой с игровой игрушкой начал взаимодействовать ну не например не с папиным мастерком который ну где-то он подобрал не с гайкой до которой он ходит и в общем ну как-то иногда это умиляет родителей ну там наш малыш вот у любимая игрушка у него гайка через какое-то время они начинают задуматься в общем может быть что-то с этим не так может быть не гайкой он должен играть а чем не только гайкой да скажем так вот и да действительно участие семьи и именно поэтому междисциплинарный подход именно поэтому количество специалистов сегодня у нас была секция ну условно медицинская почему условно потому что очень трудно разграничить но по факту на сегодняшней секции после пленарного заседания выступали медики врачи в первую очередь да у нас был и аллерголог у нас был и остеопат у нас и был стоматолог как бы это странно не звучало я не только про стоматолога да казалось бы где аллерголог а где это да а вот я сегодня с удивлением и с радостью обнаружил что и это расширило мое ну как бы представление ну я я то ну как бы аллерголог начинает говорить о том что в общем созависимые отношения в семье то есть он начинает говорить как психолог созависимые отношения в семье влияют на течение атопического дерматита да и казалось бы спросить а где атопический дерматит я думаю специалисты по кожи вен заболеваниям меня поймут да где психологии но сейчас родители да тоже могут задать резонный вопрос какая связь да какая связь почему моего ребенка с кожи вен заболеваниям с кожным да с там атопическим дерматитом специалист врач дерматолог например это вам бы может быть психологу сходить и в общем тут мало того ведь коллега мой говорил очень важную вещь в тех инструкциях в тех скриптах гайдах разные названия и нерусские русские есть всему этому дано в тех инструкциях в конце концов да которые в отношении каждой болезни существуют в атопическом дерматите нет рекомендации направления к психологу и только врач с кругозором только врач понимающий что в общем кожа и психика это все что относится к одному человеку это не разные континенты это не или если я не ошибаюсь кожа по моему считается самым большим органом у нас но по поверхности если по площади туда вот и это уж потом мы вспоминаем что представленность например кожных рецепторов там руки в центральных извилинах очень выраженная мы там вспоминаем анатомию неврологию и так далее но речь о том что его улуха улавливает способ коммуникации пациента который к нему приходит с врачом и что-то его в этом способе коммуникации начинает настораживать он говорит слушайте а сходите кого к психологу потому что он общается с пациентом который с ребенком у которого дерматит ну в общем длительный такой характер носит и очень упрямый очень упорный да не поддающийся терапии вот и оказывается что делом начинает каким-то образом ну не просто каким-то в нужную сторону определенного из практики пример же приводит то есть у него да я намеренно обхожу за потом ее проверяет сегодня он говорил о конкретном клиническом случае так это у нас в медицинской профессии называется есть кейс есть клинический случай да который там докладывает коллега и чем хороша практика клинических случаев когда мы их выслушиваем то мы но это практика прецедентов по сути да случился такой прецедент о я могу о нем помнить я могу на него внутри себя самого каким-то образом ссылаться когда я что-то похожее услышу да по аналогии как у нас есть вот это мышление где мы ситуацию знаем но можем наши модели по аналогии перенести на другую здесь также вот посмотреть на течение других болезней не обязательно связанных с кожей как как есть ли у них там связь с тем как выстраиваются отношения в семье да и мы на этой конференции говорили работали и будем работать не только вокруг ребенка не только ребенок является мишенью наших усилий каких-то да но мишень в данном случае это медицинский термин сугубо медицинский целью но и семья то есть мы пошли немного шире и это тоже важно на в семье у родителей присутствует большое количество напряжения большое количество эмоций и переживаний с которыми до определенного времени они носят это и гнев может быть и страх ну гнев я обошла десять специалистов никто мне не может внятно сказать что с моим ребенком вы вообще где там вы чему учились доктора кто мне может помочь у нас в россии в самаре этим не занимаются там а в россии да ну такие вопросы возникают я даже помню если можно дать немножко такой ну да да исторический ретро взгляд по моему это было вот два или три года назад вывели родительскую секцию это было в доковидное время можно было оффлайн собираться была большая группа большая группа и одна мама встала и сказал да вы все тут замечательно конференции делать вы все так вот рассказываете но вы не знаете что у меня уже кончается терпение я не могу вот ну со своим ребенком вот полгода назад там что-то произошло и вот эти полгода я вообще не знаю вот что с ним сделать вот про гнев про который вы говорили и потом же это же мама которая ну позволила своему гневу выплеснуться наружу она же после окончания сказала что спасибо за то что я хотя бы смогла откровенно вот искренне проговорить свои чувства потому что до этого мне вот этот свой крик души даже некому было донести спасибо за это напоминание или тут на мой взгляд есть еще важный момент ситуация ну например такой группы для родителей да и для специалистов это место где можно не только сказать о своих чувствах но немножко немножко раньше происходит как мне кажется понимание что здесь уместно сказать о своих чувствах что здесь никто не ну грубо говоря заткнил не даст оценку не даст оценку не не это самое наоборот не сказать ну вы там сядьте успокойтесь все будет хорошо ну вот заткнет это называется да или скажет мы тоже все сердимся ну то есть это место уместное у этого места эти чувства в этом месте эти чувства можно ну публиковать да проявлять чувства здесь являются не мусором а словами по сути да часть частью языка это язык переживания наверное неотъемлемой частью жизни и неотъемлемой частью жизни да и этот язык будет понятен собеседнику да собеседник услышит собеседник что-то ответит собеседник может быть поделится какими-то своими переживаниями да это может быть я вот сейчас подумал переживания для меня все время формулировки какие-то внутренние даю переживания это наверное результат переработки каких-то собственных чувств то есть не только говорю что вот у меня вспыхнуло я в гневе но я какое-то время побыл доменной печи для этого гнева он там с ним что-то произошло он никуда не исчез но что-то там выплавилось какая-то какой-то продукт внутренний я говорю я вот это я это испытываю но у меня еще есть какие-то эмоции и мысли по этому поводу и в общем да и гнев и стыд и вина и страх ну масса каких-то чувств и семья в этом смысле как система тоже попадает и это хорошо в поле зрения специалистов но чтобы она попала специалисты должны вместе собраться что в этом году для семей организаторы готовы предложить какие вопросы этого года поднимаются ну мы пока мы пока их позвали их нас да родители специалистов я не знаю что с одной стороны я не знаю что произойдет и о чем мы будем говорить а с другой стороны я почти точно знаю о чем мы будем говорить то есть это будет родительская группа ну это будет да формат родительской группы причем ведь с детьми с особенностями развития с ранними нарушениями и так далее история еще заключается в том что когда у родителей появляется такой ребенок рождается или они его усыновляют да или опекунство над ним оформляют они некоторые из них сами становятся специалистами то есть они идут учиться на психолога они идут учиться на логопеда или они становятся настолько информированными родителями по уходу например за своим ребенком и по ассимиляции каких-то знаний что они ну в какой-то степени приобретают такие очень серьезные компетенции и в этом смысле например та группа на которую вы сейчас которую вы сейчас вспомнили это была группа где были родители которые одновременно и специалисты и родители вот таких ребят которые я помню да смогли социально адаптировать своих детей до какой-то степени чтобы они смогли пойти в учреждение эти родители пошли педагогами психологами в школы работать или там в центры семья какую-то вот прям профессиональную деятельность начали в этом плане я сейчас подумал что я еще могу на ваш вопрос ответить что мы готовим будет коллега из Тольятти я надеюсь что связь эта случится она присоединится по крайней мере предварительная договоренность есть многих родителей волнует вопрос а что будет с моим ребенком дальше когда он вырастет ему будет 18-19 когда он ну школа ладно там вроде бы как то а что с ним будет после школы куда он попадет как он будет жить как он будет социализироваться вот у нас есть договоренность с преподавателем вуза Тольяттинского она будет участвовать и она расскажет о том как они организуют я бы уже не не сказал это помощь жизнь какую-то свою собственную из своих там воспитанников студентов подопечных да как это все происходит я думаю что это ну а той самой надежде которая тоже безусловно важна которая вот там где-то на дне ящика пандоры но она там есть до нее иногда очень трудно докопаться ее иногда почти не видно она как будто ну загромождена всеми другими ужасами вот но когда она выходит или когда о ней начинается разговор не пустой все будет хорошо да какой-то такой очерчиваемый да пунктиром хотя бы вот нужно сделать эти эти шаги вот поэтому вот это так работает и третий круг да я просто тогда скажу да и третий круг мне тоже это важно мы добрели до этого что в помощи детям у которых которые включены в семьи нуждаются еще и специалисты которые помогают то есть нужно помогать еще и тем кто помогает потому что мои коллеги врачи психологи тьютеры нейропсихологи на своих рабочих местах иногда испытывают ну просто или жуткое одиночество или панику или бессилие потому что те вопросы которые они решают очень сложные это долгие вопросы это долгая работа это работа я думаю что на часть вопросов нет ответов ни в учебниках и нигде им приходится вот что-то свое тут колесо изобретать и хорошо бы если бы сегодня ты подумал а завтра колесо уже есть ну вот я сделал а мы говорим о специалистах которые работают в очень долгой перспективе то есть они работают предполагая зная что результаты их совместной работы будут может быть через год может быть через два может быть через пять только лет будет это очень долгая перспектива и конечно специалисты колоссальные эмоциональные ну вовлеченность я как-то пытаюсь избежать слова давления потому что здесь никто ни на кого не дает мы можем говорить о профессиональной вовлеченности где они своими знаниями вовлечены но при этом они же не могут отгородиться от своей эмоциональной вовлеченности где они переживают за этих детей где родители с ними связываются за пределами этих занятий и делятся какими-то историями или могут звонить ну про какую-то свою там острую нужду сказать вот нам срочно надо что-то конечно и конечно при этом у этих специалистов есть свои семьи и свои дети которым тоже нужно уделять внимание и как после рабочего дня где я выложился оставить свою работу за порогом кабинета и прийти домой если только голову оставить пока мы до таких технологий не дошли не знаю дойдем ли когда-то то есть мы сейчас с вами подводим разговоры к профилактике выгорания специалистов да к преодолению вот этого профессионального одиночества ну это можно и так сказать но может быть я бы пошире на это посмотрел может быть я сейчас пытаюсь избежать этого мне очень важно говорить о профессиональном выгорании потому что одно из моих профессиональных интересов это общественная организация например наша самарское балентовское общество где мы просто создали организацию которая занимается профессиональным выгоранием специалистов на это можно посмотреть немножко шире потому что коммуникации специалистов друг с другом супервизия да есть такое словечко да то есть профессиональная помощь друг другу это очень важный процесс не только в преодолении одиночества не только в вентиляции какой-то такой определенной да эмоциональной но еще и в профессиональном росте да в ощущении того что коллеги подставляют плечо ощущение того что я знаю кому я могу направить например ребенка семью если этого для меня одного много да и это тогда совместная работа ну это даже наверное про определенную смелость где я знаю что у меня есть поддержка коллег я могу экспериментировать да пробовать что-то новое угу не боясь быть может быть осужденными затюканными да и ну кто-то дернет и скажет ты неправильно делаешь да это действительно очень важно вот это вот тут же еще какой момент я коротко скажу да у нас не так много времени предполагая что времени да в медицинской специальности да и в других доходим до абсолютно такой выраженной дифференциации то есть специалисты очень тонкого профиля видят свои какие-то участки и это замечательно мы начинаем разбираться в каких-то мелочах но иногда наступает время когда нам нужно соединить эти мелочи потому что невозможно голову разобрать на нейроны и сказать ты занимаешься передней извилиной я занимаюсь задней извилиной нам в общем этого достаточно нам когда-то нужно будет заниматься этими двумя извилинами потому что нейроны общаются друг с другом и специалистам приходится это делать а Алексей организатор нейропсихолог нейропсихолог да своего коллегу Дмитрия Александровича Борисова детского психолога вас Елена я помню и знаю что вы участвовали вот ну коллеги всех всех перечислять не буду я вам всем благодарен да всего доброго и до новой встречи берегите себя до свидания